Вы слушаете канал жааш.клаб, компрачекосы, бизнес на страдании. Когда в далекие времена, веков так пять назад, в Европе начали зарождаться рыночные отношения, это коснулось не только торговли, но и других сфер жизни. Демонстрация физических уродств превратилась в популярное шоу. Все слои общества от влиятельных герцогов до крестьян шли смотреть на шестипалых мальчиков, горбунов или бородатых женщин. Так зародилась эта ужасная индустрия. Жестоких импресария окрестили словом компрачекосы, имеющим испанское происхождение. Кстати, в широкий обиход этот термин ввел Виктор Гюго в своем романе «Человек, который смеется». Импресария ездили по городам и деревням, выискивая для своих передвижных балаганов людей с аномалиями физического развития. Проблема заключалась в том, что их рождалось не так уж и много. Налицо была нехватка «кадров». И тогда, уродства стали создавать искусственно, применяя жуткие и изощренные методы, разработанные еще в Древнем Китае. Маленького ребенка могли поместить в толстостенный глиняный горшок, из которого торчали только руки и ноги. Через несколько лет горшок разбивали, и вуаля, перед вами несчастный горбун. В ход шли выворачивания суставов, переломы позвоночников, операции на гортани, кастрация и масса других изуверств. Фото, вики-медиа.орг детей покупали в бедных семьях, которые, к слову, их охотно продавали, чтобы на вырученные деньги прокормить остальных. В Англии того времени, например, подобные сделки носили вполне законный характер. Часто сами родители становились для своих малышей компрачекосами и зарабатывали деньги на страдания ребенка. Поддерживали этот садистский бизнес королевские дома Европы. В то время очень модным считалось держать при дворе нескольких уродцев. Особенно этим отличался Яков II Стюарт. Редких «экземпляров» перекупали друг у друга, преподносили в дар. Даже папы римские держали при себе целую армию карликов. Вильгельмаранский стал первым, кто боролся с компрачекосами на государственном уровне. К ним применялись самые суровые наказания. В Индии до сих пор существуют страшные «импресария» челас. Они заставляют детей-инвалидов просить на улицах милостыню. Однако, социологи считают, что в настоящее время самыми страшными компрачекосами являются те, кто продвигает в масс-медиа различные фрик-шоу, уродующие не детские тела, а их души. Продолжение истории читайте на сайте jah.club.